Сегодня мы возвращаемся к нашему фундаментальному вопросу, что такое счастье. В прошлом шиуре мы постарались понять, что считается, где мы счастье не сможем найти. И сегодня, надеюсь, мы действительно постараемся понять для нас путь к настоящему счастью. Мы искали счастье в семье, в чести, в деньгах, даже в Торе, даже в Митцвот. И мы сказали, что нельзя дать точное определение, что оно там. Чтобы понять этот процесс, мы должны углубиться и понять для себя, что Ецрара — это зло, которое в каждом человеке из нас. В каждом из нас это тянет нас и направляет нас и старается соблазнить нас на те вещи, которые повредят нашему росту и повредят нашему будущему. Как мы часто понимаем, что Раб Буням из Пшисха, он описывает это следующей метафорой. Человек себе должен представить, что вот это Ецрара, это зло, оно стоит перед нами с огромнейшим топором и уже заносит его, чтобы нас уничтожить. И когда человек понимает, что вот перед ним стоит вот этот враг, и каждый день, каждый час, каждую минуту он постоянно старается меня разрушить, тогда это у нас есть шанс. Если у человека нет этого понятия, он объясняет, если у человека нет этого чувства, что вот здесь стоит передо мной этот враг, он постоянно борется со мной, это значит, что уже поздно, уже значит, что он уже не только занес свой топор, он уже совершил то, что он хотел сделать. Когда мы понимаем это, мы должны также понять, что стратегия, тактика этой Ецрары в том, что она постарается, она понимает, что в каждом человеке есть стремление и желание к счастью. У нас постоянно есть поиск, и мы желаем найти вот этого счастья в жизни. Я помню в Ешиве, когда учился, то Машгех, наш духовный руководитель, он собрал нас на специальные такие встречи, и он спросил нас, что вы хотите в жизни. И чтобы люди, ребята не говорили, много заповедей, семья, много торы и так далее, он на все сказал, что это нет, это не так. Он говорит, самое, что мы хотим, это счастье, это наслаждаться жизнью. Это нам не движет. Как к этому дойти, это уже каждый из нас находит свой путь. Но у каждого из нас есть вот это вот желание, это стремление к счастью. Что делает Ецрара? Она берет это стремление, она направляет его, она его переодевает, она его скрывает в разные материальные цели, и в этих, оно ставит перед нами них, и вот то, что как бы вот эта иллюзия, то, что Ецрара, ну, есть сила в этом, оно постоянно меняет эти цели. Человек думает, что вот это, в этом пироженном, это будет мое счастье, мое наслаждение. В этой карьере, в этой машине, в этом компьютере, что бы это ни было, постоянно она меняет это и говорит, что вот сейчас, вот это действительно то, что будет наслаждение. Есть такое описание, что как механическая такая фишка, которую ее пускают, и собака начинает на ней бежать, и как только она ее догоняет, то она видит, что это на самом деле это несъедобно, это какая-то механическая штучка, и теперь пускают следующую, и она уже бежит в другую сторону. И так, к сожалению, многие из нас всю жизнь могут бегать с одной фишки на другую, и это все в конечном итоге будет разочарование, потому что это не приносит то, что является настоящим счастьем. Теперь, когда мы понимаем это, что Яцарара использует вот эту вот тактику, эту стратегию, чтобы нас обмануть, мы должны бороться против этого. Мы должны понять, что у нас есть очень серьезный враг, который постоянно крадет у нас вот эту вот настоящую нашу цель. И сегодня мы увидим, как это связано впрямую с достижением счастья. Когда мы понимаем, что в жизни нашей есть несколько видов... Сейчас скажу вам, что... Есть... Раб Волбе говорит нам, что большинство вещей, которые человек делает, большинство моих действий в этом мире, на самом деле я не знаю, почему я их делаю. И это именно связано с этим, что мы очень часто просто движемся, у нас такой, как рефлекс, как такой мы бежим, бежим. Когда начинаем все задумываться, мы видим, когда Яков, он борется с ангелом Эйсова, то ангел Эйсова, это не просто ангел Эйсова, это также Малухамавис, ангел смерти, это также Яцарара, который называется Сатан. Он в конечном итоге, он побеждает его, он спрашивает, как тебя зовут? Назови мне свое имя. На что он отвечает, зачем тебе мое имя? Ла Музель Рашми, зачем тебе знать свое имя? И это очень странный диалог. Яков спрашивает его, как тебя зовут? Имеется в виду, что он хочет знать, как тебя зовут. И отвечает, этот ангел, зачем тебе мое имя? Отвечают комментаторы, что здесь очень фундаментальная вещь. И Яков спрашивает, в чем твое имя? Шем, это имя, это Шам, твое направление, в чем твоя сущность? Отвечает Яцарара, не спрашивай моего имени. Моя сущность, чтобы ты не догадался, что это я. Когда человек начинает задавать вопросы, а что я делаю? Почему я движусь в эту сторону? Почему я бегу за этими вещами? Почему это действительно моя цель? И вдруг тут Яцарара, она начинает нервничать, потому что ты задаешь вопросы, ты пытаешься понять, кто я. Это мое имя. Ты начинаешь задать вопросы, ты начинаешь понимать, что мною движет. О, вот здесь ты уже попал в точку. Поэтому в коммунистических терминах это называется, что сам рацион, кое-какий рацион, сам наша воля, она находится в Галутии, она находится в диаспоре. Мы имеем в виду, что наша настоящая воля, настоящая целеустремленность, эти желания, они Яцарара их похищают и отправляют их в диаспору, в изгнание, где мы должны оттуда их забрать и получить их обратно. Чтобы действительно очень красочно понять это, в уровне Моиша Бояр, у него был случай с ним, который он сказал, что сам из-за него он по-настоящему для себя понял, что такое муж шаш, что такое счастливый. И мы это здесь расскажем, и что поможет нам действительно это очень хорошо понять. И я расскажу это от первой персоны, чтобы было легче. Рам Бояр, скажем я, он преподавал в Яшиве 14 лет назад. В Яшиве для ребят с очень тяжелой биографией, с тяжелым прошлым. Они прошли, они не были, не приуспели в своих школах, в своих Яшивах, в своих семьях. И они попадают в эту специальную Яшива, где для них как-то стараются их направить, спасти и дать им лучшее, более точное направление в жизни. Около 30 ребят находятся в этой Яшиве, и как раз время идет к Шавот, к празднику дарования Торы. Чтобы понять уровень этих ребят, их характер, их настроение, можно описать, что если подходишь к этому молодому человеку, из этой Яшивы, до Шавота, ты говоришь ему, ты знаешь, что скоро Шавот, скоро Ашем дарит нам Тору. Это самый лучший подарок, который у нас есть, самое важное, самое драгоценное, что есть в еврейского народа. И когда ты с ним этим делишься, он, калибр этого молодого человека, он говорит, что тебе действительно это нравится, тебе действительно нравится этот подарок, ты действительно наслаждаешься этим. Ты говоришь, да, конечно, это самое лучшее, что есть. Если это так, тогда скажи Творцу, скажи Ашему, что он может тебе дать два. Твою порцию и мою порцию тоже пусть получишь ты. Но это в виду, что эти ребята, у них очень большое, очень негативное такое настроение, но, несмотря на это, они находятся там, они пришли туда, они чего-то хотят. Перед Шавот у Рашишивы гениальная идея. Он решает объединить всех этих ребят тем, что он разбивает один трактат Талмуда, небольшой трактат на 30 страниц, 30 листов, и у каждого есть свой напарник, свой Хавруса, с которым он учит часть этого, ну, этого Талмуда, один лист, и так эти 30 ребят с 30 преподавателями, они заканчивают весь трактат перед Шавот, каждый час есть огромнейшая доска с четким там определением, там с 11-12 Рувын учится с Равлеви, и такой-то лист с 12 до часу, и так далее, и так далее. Все расписано и четко, и как раз к Шавоту должно будет закончиться весь трактат, и делается праздничный Сиум, и так вся Шава вместе она получает Тор. И действительно, это понравилось ребятам, у них была мотивация, и они начали это делать. Прямо перед Шавот, Рабояр, скажем, я, я приезжаю в Ишиву, даю лекцию перед всей Ишивой, постараюсь их как-то, опять же, вдохновить, и после лекции я сажусь за... сзади учиться, и рядом со мной сидит один из ребят этой Ишивы, в этот момент заходит один из новых представителей этой Ишивы, ну, один из раввинов, новых преподавателей, он не привык еще ко всему, к этим ребятам, и достаточно понял, что это такое. Даже для Рабоя рассказывал, что он не мог молиться, он там не мог, ему было очень тяжело сконцентрироваться вокруг такой компании, но я спросил своего Раба, что, что мне делать, молиться ли там, в этой Ишиве, или я могу молиться где-то в другом месте и приходить туда. Мне очень тяжело, на что Рабо сказал, что, смотри, что ты хочешь молитва, чтобы была, ты хочешь, чтобы у тебя была литка бель, чтобы она приняла, Ашем принял твою молитву. Это место, где Ашем принимает молитву. Именно в этой Ишиве он слушает твою молитву, лучше, чем в другом месте. В этот момент подходит этот новый преподаватель и говорит этому мальчику, говорит, что, смотри, пришло наше время, мы должны учиться, сейчас мы учим наш лист, чтобы закончить весь трактат. На что этот парень говорит, я не в настроении, у меня сейчас только что была целая лекция, сейчас у меня нет сил. Тот говорит, что ты же нет сил, сейчас уже одна из последних пар, мы заканчиваем и это целая программа, мы все вместе, ты же обязался это сделать. Он говорит, окей, обязался, обязался, но сейчас я не хочу, меня это не волнует. Тот, опять же, для него это, он не привык к такому поведению и он говорит, что ты мне что-то, ты разрушишь всю эту, всю эту программу. Все тебя ждут, все зависит от тебя, на тебя все надеются. На что этот молодой парень очень хладнокровно говорит, что иногда мы помогаем, я помогаю всем, иногда я разрушаю всем. Как бы, окей, ну и что? Ну и что? Что такого? И он встает и выходит из Бедминдраша и спускается за этим синагогой. Там есть такая специальная комната, где есть игры, какой-то там пинг-понг, какой-то, ну, диван, чтобы ребята могли как-то немножко отдохнуть, какое-то развлечение для них. И там он садится за стол, еще пару ребят, они вынимают игру, эта игра как-то как домино, что-то похожее на 100 маленьких фишек. Они раскладывают ее по стол, начинают играть. Врывается новый преподаватель, говорит, что вы делаете? Вы помогаете? Вы помогаете кому-то нарушать что-то. Он должен сейчас быть Бедминдрашей, учиться, чтобы мы закончили. Опять же, эти ребята тоже им совершенно все равно. Они им говорят, ну да, помогаем кому-то нарушать, ну помогаем кому-то нарушать, ну и что? Он в бешенстве, он говорит, что если это так продолжается, рабояр, да, как бы он все слышит, там нет настоящей стены за ним, и он все, каждое слово слышит. Но внутри у него чувство, такое чувство, что не вмешиваться, пока не вмешиваться. И в этот момент он говорит, что он угрожает ему, если вы будете продолжать играть с ним, я беру весь стол, я поднимаю его, и вся эта игра, все эти фишки, все эти фишки, они полетят неизвестно куда, под стол, под шкафы, и не будет никакой игры. На что они огрызаются, они говорят, нет, мы продолжаем играть. И тут он держится, то есть слово, он предбегает к ним, и берет весь стол, и сбрасывает всю эту игру, он летит во все страны. Ну, ребята, это самое, особенно наш герой, они не растерялись, они начали его благословлять всеми благословениями, которые не написаны в Торе, как следует, с Aleph, Datav, и все, и они собирают всю эту игру терпеливо, опять все назад, и начинают играть дальше. он угрожает, он говорит, он делает это еще раз, и действительно он старается, и тут уже все ребята другие спускаются вниз, они начинают, как бы там целое уже собрание, и начинается очень большое метах, очень большое напряжение. И врывается еще один преподаватель, и он тоже начинает на них, им угрожать, что такое происходит, что он должен идти. И уже тут, Абэр понимает, что если сейчас не вмешаться, то это уже гок-у-магок, это уже будет совсем плохо. Он бежит вниз, и заходит в эту комнату, и как будто бы ничего не знает, что происходит, он подходит к столу, садится за столом, говорит, что можно с вами поиграть, можно участвовать в этой игре, на что два преподавателя сзади, они начинают ему быстро как-то намекать, что сейчас это не время с ними играть, это сейчас самое... Он как будто бы ничего не знает, ничего не видит, он просит их, чтобы не научили его правила, как это, что делать, и они все очень рады, что вот один из раввинов, это Ишива, он участвует в их игре, и поэтому они говорят, конечно, продолжаем играть. И те там шипят сзади, и он садится, и начинает разговаривать с этим парнем, назовем его Йони. Говорит, Йони, что происходит, что они тут, что они о тебе хотят, и тот нам говорит, что, я не знаю, я уже слушал одну лекцию вашу, потом мне нет сил, они хотят, чтобы я шел учился, не буду никогда учиться, я это самое, я уже послал его идти в битный драж, и я остаюсь здесь, а я хочу играть. Тут Равбояр ему говорит, что на самом деле, говорит, ты не хочешь играть. Сколько удовольствия ты получаешь от этой игры? Если я тебе дам от нуля до ста, сколько ты получаешь удовольствия от этой игры? Он говорит, ну, от игры, ну, это не так, не самая лучшая игра, не стану, 20%. Сколько у тебя времени на нее? 25 минут, скоро мне нужно идти. Он говорит, смотри, значит, ты готов и за вот эти 20%, за 25 минут, ты готовь все, чтобы вся Ишиа страдала только из-за этого. На самом деле, ты не хочешь играть. И тут этот, Бахур, этот молодой человек, Йони, он задает главный вопрос, главный-главный вопрос, который каждый должен его задать. А что я действительно хочу? Он спросил, а что ты? Вы мне говорите, что я не хочу. А что я действительно хочу? И тут Равбояр, когда тебя спрашивают, когда кто-то что-то спрашивает, как в Песах, знаете, мы хотим, чтобы дети нас спрашивали что-то. Когда они спрашивают, тогда ты можешь что-то сказать. Если человек слушает, он воспринимает это. Он хочет знать. Он говорит ему, что смотри. На самом деле, ты хочешь, чтобы тебе было хорошо. Ты хочешь быть счастливым. Только ты думаешь, точнее, и царара тебе говорит, что от этой игры тут ты получаешь удовольствие, тут это тебе будет делать счастливым. На самом деле, если ты не послушаешь царару, ты встанешь, ты пойдешь в бейтмедраж, ты извинишься за все, что ты ему сказал. И ты сядешь, и поучишься эти полчаса, ты переселишься, тебе будет тяжело. Но ты это сделаешь, это тебе даст гораздо больше, это то, что тебя делает Мушар, то, что тебя делает счастливым. От этого, действительно, ты будешь чувствовать себя гораздо, гораздо больше удовольствия, чем от этой игры. Полная тишина. И Йони думает. И он говорит, окей. Он встает, поднимается наверх, идет бейтмедраж, просит прощения за все вещи, которые он сказал этому преподавателю. И он садится и учится там до конца царара. Они заканчивают это. Ребята, которые там остались, у них настолько это произвело впечатление. Они говорят, а мы тоже хотим быть счастливыми. Как у нас это может получиться? У нас не было такого испытания. Роман говорит, что у вас тоже есть испытания, и вы тоже можете сейчас пойти учиться и тоже будете себя чувствовать хорошо. И все расходятся. Говорит, такого Шивота еще не было. Вся Ишива, она просто была, такое было вдохновение, была особенно, особенная атмосфера, и все сказали, что это было именно из-за этого инцидента. Проходит три недели, и Йони подходит к Роман Бояру и говорит, что у меня я все еще чувствую особенный такой подъем, вот это, чувствую это счастье, вот это особенное удовольствие, оно не покидает меня. И здесь он действительно говорит, что как это так, как это может быть? Роман Боярую объясняет, что действительно это так, это не покидает нас, это остается с нами. И более того, он говорит, что я хочу с тобой сделать сделку. Мы сделаем контракт, настоящий контракт. и когда во время урока этот у него был лист, этот настоящий, ну, оригинальный листик, там, где был этот контракт. Он говорит, Йони, ты, что ты хочешь? Чего ты хочешь добиться? Он говорит, я хочу ши-дух, я хочу жениться. И ребята из этого, из этой шивы найти хороший ши-дух, хорошую семью, хорошую девушку, это не Криас Ямсов, это никак, это не просто сложнее, чем раздвоение моря, это как, опять же, это Третья мировая война. Это очень тяжело найти действительно для этих ребят, которые с их репутацией хороший, хороший ши-дух для себя. И здесь Робер говорит, что смотри, у нас с тобой будет контракт. Если ты готов на себя взять выполнить то и то, он не сказал нам, что, но это каждый может вставить то, что он считает для него тяжело, что-то, что действительно тяжело, допустим, молиться шахарит вовремя в течение года с цфилином. И если ты готов на это год это выполнить, тогда я обещаю тебе, мы сделаем контракт, я иду к одному из главных раввинов этого поколения, он подписывает это, что ты найдешь свыше дух в течение года. Сегодня 14-я Махешван, через год мы с тобой, вот я пишу, я готов, и они говорят, это очень тяжело, я не смогу, это очень тяжело. На что Роберт говорит, наше дух это очень хорошо, это что, ты же действительно этого хочешь, и ты видишь, как ты почувствовал себя, когда тебе было что-то тяжело, и ты это сделал. И они думают, и говорят, ладно. Все, и он говорит, я описываю все, и отправляюсь в Голадор, к одной из главных раввинов поколения, и он, чтобы получить у него его подпись. Действительно, он отправляется к этому Раву, одного из самых больших раввинов, и тот уже привык, что он к нему приходит с разными такими странными контрактами, с разными такими бумажками, совершенно необычными идеями, и он говорит, что вот, он рассказывает ему эту историю, и говорит, что вот, я с ним готов подписать на это, на что этот большой раввин говорит, это очень тяжело, слишком тяжело, слишком, ты загнул палку, слишком далеко. Окей, говорит Рабуя, значит, нету Ишур, нету разрешения, нету, нету согласия, если нет согласия, значит нет, значит я ошибся, я действительно перегнул палку, это, я переборщил, на что он разговаривает с ним разные другие, советуется с ним о разных вещах, перед уходом вдруг этот рав, этот большой рав ворачивается к нему и говорит, что Мойшик, ты будешь молиться, я благословлю, и Ашем язорь, Ашем поможет, ты будешь молиться, я даю благословение, Ашем уже поможет, рабуя даже не понимает, о чем речь, о чем речь, вдруг он вспомнил, он вспомнил, что вначале он же пришел с этим бумажкой, подписаться он не подписывается, но у него есть согласие, видно, что этот рав, после всего этого, он все-таки говорит, что ты будешь молиться, я даю благословение, и Ашем уже поможет, и после этого он возвращается, и он говорит, что да, вару хашем, у нас есть контракт, он уже не показывает ему, что есть подпись, нет подписи, и говорит, что все, начинай, у нас есть год. Через три недели Йони звонит и говорит, рабе нафалте, я упал, я не сдержал наш контракт, что три недели, три недели он держался, третью неделю он упал, он падает, но, по-моему, я не хотел ему сказать, что окей, шива и пол цадык векам, что сказано, что семь раз цадык упадет, упадет, цадык и встанет, что это процесс, наоборот, ты будешь падать, это нормально, главное встать и идти дальше, но, чтобы не было еще шесть раз, но он говорит, что ничего, контракт не аннулируется, продолжай дальше, не сдавайся, иди дальше, и действительно, проходит еще, проходит три-четыре месяца, опять получает звонок, и говорит, опять я не сдержал-то, упал, опять здесь он говорит, тоже не сдавайся, продолжай идти дальше, и теперь, как каждый месяц проходит, раб бояр, у него, на нем начинается большое давление, он подписал с ним контракт, но, на самом деле, его никто не подписал, этот год ладор, этот глава поколения, он не подписал его, он дал свое благословение, пожелание, теперь, время идет, скоро уже, двенадцатая хешвана, есть обещание, он дал нам обещание, что у него будет шедух, семнадцатого хешвана, был, была помолвка, отличная семья, отличная девушка, они, помолвка, до уже, так как это было об этом известно, до четырнадцатого хешвана, поэтому действительно, в течение года, он да, находит себе шедух, в эра в Пурим, была свадьба, она говорит, что такая свадьба, это редко такая была, это была вся, вся, вся шива, вся, была такая радость, такая мама шхина там танцевала, и проходит полгода, этот парень случайно уже, рабе уже не преподает, там он уже в других местах, и случайно не встречается, и он видит, что этот, этот, ну, спешит, встречает его на улице, он говорит, ой, рабе, рабе, вы разрушили мою жизнь, полушутка, он говорит, полушутка, но, как можно было себе себе представить такое, из-за вас я женился на такой, той радикой, на такой, очень религиозной семье, теперь засуну меня в койлель, сижу я в койлель, утром, днем, вечером, никогда бы в жизни, я бы не мог себе такое представить, чтобы я мог, ну, после того, как я женюсь, учиться весь день, это все из-за вас, радующая мою жизнь, понимаете, он там остается, со временем, Вауха-Шем, у него дети, он добивается огромных успехов, его семья тоже помогает ему, там, из квартиры, и все, и он говорит, что сейчас прошло 14 лет с того, этого эпизода, если сказать его имя, то большинство людей, которые находятся в том шури, 300 человек, которые были на том шури, 200 человек точно знают, кто это, это очень активный человек, который делает очень много для, для еврейских общин, который добился в жизни, он, он действительно понял, вот этот вот, и сойдет, вот этот вот секрет, который сегодня мы хотим понять, что в, он задался этот вопрос, когда у меня есть испытания, когда мне что-то тяжело, в наше время очень мало людей, которые счастливы, почему, потому что в, раньше, весь мир был, был, составлял из борьбы, было огромное количество войн, люди умирали, люди болели, бедность, погромы, была постоянная ситуация борьбы, постоянная ситуация, где нужно было сражаться, и так же человек сам, он был, он привык, что нужно над собой работать, нужно постоянно стремиться, нужно постоянно что-то пересиливать, и в наше время, это, это чуждо, ты скажешь человеку, маленький, он должен парень сказать, я, это царих лиллахэм, ты должен воевать, ты должен бороться, он говорит, ты скажешь, зачем, зачем бороться, зачем, нужно наоборот, нужно расслабиться, нужно отдыхать, нужно, чтобы было комфортабельно, нужно, все, чтобы у меня было хорошо, что было спокойствие, нужно расслабиться, нужно постоянно избегать каких-то болей, конфликтов, борьбы. И поэтому в нашем обществе, в нашем реме очень мало счастливых людей. Сегодня мы поймем, что в прошлый раз мы сказали, что в деньгах, семья, митсвот, честь, во всех этих местах нету счастья. Сегодня мы поймем, что да, есть счастье. Даже в этих местах, в каждом месте, если ты понимаешь, что когда ты борешься, когда ты показываешь ей царара, что я понимаю, ты думаешь, что ты сможешь меня обмануть, что мое счастье находится в этих материальных ценностях, в этом всем. Я не иду по ее поводу, я показываю, что я знаю, как пользоваться деньгами, я знаю, как себя правильно вести в семье, я знаю, что такое честь, что нужно уважать других. Когда человек доходит до этого, тогда у него потрясающее чувство счастья. Это называется мюшар. Сказано в Талмуде, в Томит, это Томит 32а, Александр Македонский задал много вопросов к мудрецам Негова, которые жили на юге, к еврейским мудрецам. Один из... Было два вопроса, очень глубокие вопросы. Он спросил их, что сделать, чтобы жить? Что сделать человеку, чтобы он жил, чтобы он жил по-настоящему? Они ответили ему, он должен себя убить, умертвить. Если ты себя умертвляешь, тогда ты будешь жить. Спрашивает Александр Македонский. Что делать человеку, чтобы он умер? Отвечают они. Он мне сказали, что для этого нужно жить. Чтобы жить, нужно умереть. Чтобы умереть, нужно жить. Имеется в виду, что если человек постоянно идет за яцарара, за всем, который нас постоянно тянет на те ценности, на те цели, которые на самом деле не принесут нам этого счастья и удовольствия, тогда это уже смерть. Потому что человек на самом деле, он себя опускает. Он становится учеником Билама. Сказано, что кино, зависть, таива, вожделение, вот это вот страсти. И кого-то, честь, они муацины саудам и наволем. Они забирают человека из этого мира. Он не живет здесь, он не здесь. Он постоянно зависит от других. Он зависит от других вещей, от других мнений и так далее. У него нету жизни. Он, ты хочешь жить, умертвли себя. Ты должен убрать все эти деменот, все эти иллюзии, которые нам дают яцарара. А если человек наоборот, если хочет умереть, тогда именно иди за ним. Думай, что живи этим днем, наслаждайся, и тогда это не... Это не значит, что мы ищем какой-то аскетизм. В наше время очень важно хорошо кушать, питаться, хорошо отдыхать, спать, хорошо тоже гулять и так далее, свежий воздух, следить за своим здоровьем, заниматься спортом. Это очень важно. Раньше времена были времена, когда люди могли делать какие-то себя, валяться по снегу и голодать и так далее. Это не для нас. И в каком-то смысле наша работа, как мы говорили, она сложнее. Если человек отказывается полностью от всех физических наслаждений, тогда окей, он теперь, ему проще, он не идет к этому, он не приближается. Но нет, наш путь, это не христианство, это не монастырь. Это нужно, чтобы наслаждаться этим, чтобы дать себе удовольствие. Но нужно знать, где остановиться, нужно различить, что является цорех тем, что это нужда для того, чтобы достичь тех ценностей, которые действительно приносят человеку счастье, которые я действительно внутри и хочу. И тем, что я уже иду, более того, я делаю не то, что мне нужно, а это наслаждение, 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 которое на самом деле мы видим это постоянно. Если человек идет за вот этим физическим наслаждением, материальным, что бы я целора нам не принесла, они в конечном итоге нам противны от них. Как человек мед, он не может постоянно, насколько бы мне нравился мед, насколько бы мне нравился сладкое, но после какого-то времени, если у меня безгранично, я буду наслаждаться этим, мне противно от этого. Потому что тоже сама душа, она так устроена, что она, моэс, она и противна от шекер, от лжи, от что-то, от фальшивости, это нас отталкивает в конечном итоге. В начале эта иллюзия, она очень сильная, она очень, как бы, может закутать нас и замутанным голову. Но вот простой пример, когда я относится к еде, если я кушаю какой-то десерт на это, например, шаббат, я наслаждаюсь этим, это хорошо, это сегодня праздник. Но есть какой-то цойрих, это нужда, человек нуждается в этом, чтобы как-то себе, опять же, чтобы настроение было хорошее и показать, что сегодня праздничный день. Но вот потом есть что-то, что уже идет более этого. В тот момент себя поймать, это очень тяжелый момент, вот эта вот секунда, когда я вижу, что уже моя рука тянется взять еще. То это мне ничего лучше от этого, как бы моя духовная работа, мое самочувствие, оно не улучшится. Только наоборот, я буду от этого более полный, сонный и бессильный и так далее. Это не то, что действительно внутри-внутри мне нужно. Если я себя ловлю в эту секунду, я делаю вот этот правильный выбор, тогда я ме ушар, я счастлив. Вот это дает потрясающее. Я понимаю, что здесь есть борьба, здесь есть война. И когда мы здесь, в конечном итоге, цадиким, огромные праведники, они, да, наслаждались этим миром. У них были наслаждения, некоторые из них могли полностью находить в этом духовном. Но каждый из нас должен найти баланс в том смысле, что мне нуждается для моей Авода Тхашем, для моего службы Творцу, и чтобы я чувствовал себя полноценным. И не значит, что нужно каждую секунду анализировать каждый свой шаг, каждый момент, потому что это человек может свести с ума. Но нужно выбрать, понять, где мое положение, куда я, где я нахожусь, какой мой духовный уровень, и продвигаться. И когда я понимаю, что здесь война, то уже даже процесс, не только когда я выигрываю, когда я делаю правильный шаг, даже сам процесс мне дает потрясающее наслаждение, получает счастье, получает состояние, что я делаю то, что правильно. Когда человек делает то, что правильно, даже если ему очень тяжело, не важно, он бедный, он богатый, он здоровый, нездоровый, если он знает, что он сейчас контролирует себя, он знает, что его душа, она контролирует над твоим телом, он говорит, что он целый молоким, он подобие Творца. Да, это дает человеку потрясающую безограничную радость, счастье, которое может продвинуть всю свою жизнь. Так что, мы начали с того, где нету счастья, потому что мы не знали, что такое счастье. Теперь мы понимаем, что нет, на самом деле, человек действительно в любой сфере своей жизни, он, да, может найти вот это вот чувство, вот это вот самочувствие, такое вот это состояние, это не просто наслаждение, это состояние, и это можно добиться в любом месте, где бы это ни было. Понять, что Яцарара постоянно она старается свести с ума, и она постоянно нам дает эти вот иллюзии, и задать вопрос, что действительно, действительно я хочу, что действительно внутри меня, что моя душа хочет, что действительно приведет к тому счастью, которому у нас у всех есть огромное стремление, огромное желание этого достичь. В Яцарара она тоже постоянно использует для того, чтобы как-то нас свести с этого пути. И мы должны понять, что насколько мы готовы к этой борьбе, тем больше у нас вырабатывается наше ишиут, наш характер. Если человек не готов воевать и сражаться, есть очень известный терапевт, психиатр, психолог, и обычно, когда первый вопрос, когда там задают, это когда человек приходит, он в тяжелой ситуации, ему нужна помощь, первый вопрос, который там задают, это ты готов тяжело работать над собой, ты готов сражаться, ты готов действительно к этой борьбе, человек говорит, что нет, я не хочу никакой борьбы, я хочу легкую жизнь. Тогда они говорят, что тогда мы не можем тебе помочь. Это показывает человеку уровень, где, насколько он понимает, для чего мы здесь. Когда человек понимает, что это моя роль, это цель моей жизни. Каждый раз, когда мы идем за яцерарой, мы даем ей силу, мы даем ей какое-то питание. Да, Ашем сказал, как бы, Кавьехов, там, это так работает, что, что Ашем сказал, что яцерара, она дает нам возможность сделать митцвот, и потом она старается нас свести с правильного пути и забрать у нас энергию этих митцвот. Это Айбешет пишет об этом. И поэтому наша цель именно здесь реализация этого и понять, что когда, и испытать это, когда мы контролируем себя, когда мы видим, что мы делаем правильный выбор. В любой ситуации это дает человеку огромное состояние чувства счастья, успеха, счастлива. Продолжение следует...